всем привет с вами миха мы на канале похудеть бесплатно не смотрите что я заспан и такой с трудом встал но встал 5 20 я встал на тренировочку к морю потому что пятница надо ехать надо заниматься держать себя в форме погодка супер на улице потому что в квартире жарко я не использую кондиционеры и вентилятор есть это только для моей девушки кстати у нас вчера было 10 месяцев с девушкой но она вы приехать не смогла приболела и сопли и температура вроде все это она очень любит холодные напитки прям со льдом кондиционер вентиляторы это летом очень даже опасно не знаю как вы пользуетесь не пользуетесь но она из тех которым фу жарко фу жарко когда три раза скажешь фу жарко типа станет фу прохладно нет я вообще могу даже жару еще чай горячий иногда это лучше чем выпить любой сладкий напиток потому что во первых он всегда идет сахаром идет в лишний вес и жажду он не утоляет еще больше хочется пить так смотрите чё вам расскажу расскажу что вот три дня у нас последних что-то жестко взялись за одессу летают ракеты знаете я обычно вообще найти сирены не реагируют тут прям так бабах колаю стекла так трусили что один день даже я проснулся пошел встал в коридоре там где нету стекла потому что просто рамы аж вылетят окна чтобы стекла не попали в лицо постоял чуть-чуть в коридоре сходил в туалет слышу уже пошли мелкие снаряды огромные прямая сыра пролетела ракетика это здорово все я потом пошел лег спать люди вот это три дня сидят в бомбоубежищах по ночам именно так с двух до четырех начинается катавасе плюс еще сейчас в одессе дожди с грозами были но это хорошо это чуть-чуть нам освежило воздух чтоб не так жарко был что скажу по поводу ситуации с этим ракетами я лично не бегу бомбоубежища люди ходят бегают я не не бегу я как бы понимаю что вероятность прилета именно мою квартиру именно в центр одессы маловероятно добывает всякая но поверьте если вам суждено умереть то вам и катакомбы не помогут и бомбоубежище не помогут потому что прилетит бомбоубежище за людей есть погибшие есть ранены что 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 сказать блин не по-человечески это когда уже придет мир в нашу страну пока вы сказать не могу обязательно сниму на эту тему ролик когда придет мир нашу страну очень хочется мира покоя ну пока увы 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 и еще раз увы так в целом все нормально если так это можно назвать люди по ночам не спят нервничают психуют пытаются уехать куда-то кто может такой себе настроек я понимаю что война как бы понятно что надо быть внимательным бдительным но чересчур вот это дал заниматься своим своими страхами боязнями это тоже понимаете у нас если по статистике я уверен что в одессе на дорогах сбила по 3-4 человека в день это точно насмерть сбивают в одессе на город большой миллионник если сбивают столько людей в день так что нам по дорогам не ходить поэтому я считаю что не настолько нас прям сильно бомбят чтобы прям бегать по бомбоубежищем это мое личное дело или просто я так спокойно философски рассуждаю потому что потому что я вот так рассуждаю люди боятся за свою жизнь жить хотят я тоже хочу красота 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 ребят никого нет воздух свежий надо пользоваться момент потому что не знаю видите даже немного ничего это веселого рассказать потому что он грустно немного груз не дает нам жить спокойно своей стране спрашивается зачем это делать это все бизнес это все банки не просто так это миллиардные миллиардные сейчас вот вместо того что людям жизнь жертвы никому не нужны все пройдет и это тоже понимаете не было вечных войн и это закончится когда-нибудь ну а нам что нам вам мира пожелаю и мозгов не надо вот сейчас все просто у некоторых вот из-за паники начинается стресс они начинают жрать и и набирать вес это неправильно потому что я уже неоднократно рассказывал толстому тяжелее будет убежать от ракеты толстого больше шансов попасть поэтому надо держать себя в форме ходить на тренировки держать диету потому что только она у нас прекращается нам сразу прилетает не только сверху но и в жир прилетает у нас дополнительная война идет с этим жиром она идет постоянно вот кстати война с жиром у нас будет постоянно потому что один раз толстый толстый навсегда так не бывает что ты раз похудел и все и потом вернулся в 100 состояние как помните в молодости шо ты не ел я помню если были месяца в молодости когда денег не было так на одних макаронах блин там макароны сосиски питались так и ничего никакого жира и близко не было а когда уже побывал толстый только расслабиться чуть-чуть все начинает уже прилетать так ребятки долго не буду говорить сегодня потому что хотел бы там какие-то пару тем затронуть по психологии там по это смотрел ну не хочу не буду потому что сами понимаете такое настроение не очень сейчас не выключайтесь я еще на море поснимаю покажу вам какое море у нас после шторма после вот вот видите вот хорошо лило прям так лило что у меня затопило с окна немножко у меня на окне на кухне видать как-то или вот этот козырек плохо или дождь боковой был короче на всех окнах нормально с одного окна выхожу подумал пойду посмотрю хорошо пошел сварю а там уже по столу течет я е-мое давай тряпки сразу вытирать все не выключаемся ждем море вот и все позаниматься и узнаете сразу и настроение поднялся все кстати много слышал много читал по этому поводу что вот эти стрессы убивают людей наверное больше чем вся вот эта ситуация в стране потому что на самом деле вот сейчас кому прилетела тем понятно очень очень страшно очень больно обидно а те кто рядом которые близко там небо вот это трясутся боятся вот они получают стресс который может и порог сердца вызвать и инсульт и что угодно особенно в возрасте я очень попрошу кто смотрит из взрослых таких те 30-летние понятно там а тем кому же 50 будьте внимательны потому что стрессы нас убивают по любому жить продолжается есть вам лично ничего не прилетела не надо вот это бояться и смотреть новостей кого там убило кого разрушил вот видите он люди на роликах катаются снимают все продолжать сходите на тренировку позанимайтесь спортом сразу он станет лучше сходите на рыбалку это разве из-за того что вы сидите и труситесь война не закончится и к сожалению да если суждено вам что прилетит к вам лично то она прилетит хоть труситесь вы хоть не труситесь все спортсмены занимаются молодежь отдыхает ребятушки мои дорогие не теряем не теряем чувство юмора не теряем чувство надежды что когда-нибудь она закончится не теряем стимул жизни что надо жить ради наших детей ради наших родителей которые нас родили поэтому не грустим остаемся бодрыми занимаемся спортом занимаемся своим здоровьем похудением вот люди приходят загорают все прохладно даже но они уже забирать у нас утренний загар самый хороший загар нежный и мягкий все вот оно солнышко оно взошло мы проснулись руки-ноги целы враги пусть блин сами сдохнут все блин а от нас они не дождутся это радуемся улыбаемся ждем мира целую всех пока пока как всегда еще немножко чуть-чуть продолжу соседу идет мужик впереди собачка маленькая такая роженькая собачка идем себя через парк и знаете вот они лежали эти собаки какие-то бродячие их не видно было вот так в парке вот тут вылетают штук 10 то маленькая рванула блин мужик за ней были собаки несутся на нее я блин свистнул тоже арк ну они в разные стороны собак короче отбить собачку не обидели не забываем вот я пришел просто слить вот этот негатив и плохую энергию из хорошим позитивным настроением шагать дальше по жизни все люблю целую пока пока ищите нас на ю тубе под хэштегом жирук опять подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это